Идем дальше. Следующая демонстрация, она является первой логической моделью. Демонстрация номер 6. Это птица парящая в небе. Первая логическая модель. Первый логический модель – это о птицах, которые летят в небе. То есть, о чем нам говорит эта логическая модель? Что это логический модель? Эта логическая модель нам говорит, что птица парящая в небе, она недостигаема для людей. Мы не можем ее достать. Это означает, что птица, которая летит в небе, она недостигаема. Мы не можем ее достать. Поэтому управление геометрией противника позволяет быть недостигаемым до себя и при этом доставать до противника. Таким образом, идея противника геометриевого управления и контроля позволяет мне быть недостигаемым. Он говорит, что когда мы атакуем руку противника, так ведет себя птица парящая в воздухе. То есть, мы достаем до противника, а он до нас не достает. То есть, мы достаем до противника, а он до нас не достает. Я покажу. Предположим, Леша принял какую-то позицию. Обратите внимание, я бью в руку Алексея, а Алексей пытается в этот момент ударить меня. Вы видите, да? Я его достаю, а он меня нет. Предположим, Алексей решил меня ударить еще раз. Я бью режущую, да? По руке. Я до него достаю, а он до меня не бьет. Обратите внимание, я не стал выбирать угол. По причине того, что если я начну выбирать угол, то в таком случае я буду делать два движения, а Алексей будет делать одно. Он меня убирать. И он мечтает бить. Я в этот момент бью его. И в этом положении я его достаю, а он меня нет. Даже если очень захочет. Видите? Я достаю до него, ножи у нас одинаковые, а он до меня в этот момент времени не достает. При этом я ему режу руку, колю, плечо и так далее, предплечье попадаю, но он в основном меня не достает. Потому что в тот момент времени, когда я достаю до его руки, он тоже только до моей руки достает. А для меня, как вы видите, нет. Потому что вы видите, в этот момент, я могу достигнуть его руки, и он тоже, но не мою тело. Это почему Джокаранзе объясняет, что это очень эффективная техника, как для оттеки руки и руки. Это эффективно. Понятно, да? Таким образом, он говорит о том, что рука человека, она еще умеет, что? Вращаться. Следующее, что касается ротации. Представляете, что Томатцева ротирует свою руку. Это естественно для любого человека. И понятно, что когда нам нужно нанести сильный удар, то лучше, чтобы пальцы смотрели куда? Да? Вниз. Если это будет вот так, то сильного удара у вас что-то не получится. Но, когда это будет угловая позиция, то есть здесь поворот руки позволяет нанести прекрасный удар. В процессе боя рука постоянно вращается. Выбирая удобное положение для нанесения удара. Выбирая удобное положение для нанесения удара. То есть, если я парирую сюда, то я сразу могу удара. Чтобы мне не нужно было перекладывать вот сюда, для того, чтобы нанести удар. Понимаете? Я prefer the first variant, but not the second one, because it requires more time. It requires less time. One motion requires less time than three motions. То есть, это важно. То есть, вращение руки должно соответствовать техническому как бы элементу. В каждом конкретном случае поворот кисти позволяет изменить что? Угол. Нанесение удара. The wrist rotation allows to change the angle and consequently the effort of the strike. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш удар был не парирован. Правильно? Под тем углом, по которому парить противник не может его парировать. И, конечно, это хорошая идея, чтобы узнать, что в лучшем положении, в лучшем положении, в лучшем положении и в лучшем положении, в лучшем положении, что наш противник не может парировать. Ой! �� myself! Дều.